Мира и добра вам, мои дорогие! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Оксана и сегодня я хочу поговорить о дендробиумах. Но все дендробиумы показывать не буду. Сегодня я сосредоточу свое внимание на дендробиумах теплого содержания. И обязательно оставлю вам ссылку, где я подробно рассказываю, как понять, какой дендробиум, какого содержания. И все тонкости и нюансы по уходу за дендробиумами холодного и теплого содержания тоже будут в том видео. Ну а сегодня, конечно же, я расскажу о некоторых нюансах ухода за дендробиумами теплого содержания. И покажу несколько своих экземпляров. Некоторых из них я очень давно не показывала, наверное, даже пару лет. Итак, остановлю свое внимание для начала на тех ребятах, которых сажала в этом году. Это деточка, кейк от дендробиума. Вот его мамочка. Хорошенько так разрослась. Это санук белый сюрприз. Цветение обязательно оставлю в видео. И вот такая вот у него уже деточка, у этого дендробиума. Обязательно сегодня, чуть позже, я ей сделаю пересадку. Так как она уже была высажена изначально мной в стаканчик от подростка. Размера 2,5 и корни уже заплели. Она уже не устойчивая в этом стаканчике. Поэтому буду сажать в 12-й горшок. Так как это подросток, такой переход, в принципе, допускается. Но это, как я уже сказала, будет попозже. И еще хочу вам показать вот этот дендробиум. Обязательно оставлю ссылку на посадку и санук кейка. И вот этих вот ребятишек. Это дендробиум экзот. Я не помню уже его название. Ему около двух лет уже он у меня. И в принципе чувствует себя этот дендробиум в новой посадке вполне неплохо. Сажала я три вот таких вот небольших кейка. И один из них вот замечательно пошел. Зеленые листики у него стали плотные. Сажала я этих ребят в чистый мох. Так как именно в живом мхе у меня получилось вырастить кейка в этой орхидее. А сама мама, если так можно выразиться, первое растение, которое у меня появилось, это дендробиум. Тоже маленькие кейки в посадке с корой не выжили. Все-таки растение погибло. Но зато кейки хорошо прижились в мхе. Поэтому я все-таки считаю, что к этой орхидеечке я нашла подход. И в моих условиях на данном этапе она очень хорошо развивается именно во мхе. Также я вам давным-давно не показывала, наверное, уже порядка пару лет, дендробиум бериода. Вот такая вот у меня сейчас красота. Это уже взрослое растение, которое я вырастила буквально с трехсантиметровых двух кейков. Сейчас вот так, наверное, будет видно. Немножко, конечно, да, она покосилась, набок растет, но не страшно. Наконец-то я дождусь цветения этой орхидеечки. Посмотрите. Практически все взрослые туберы имеют цветоносы. А вот те туберы, с которых все начиналось. Они, правда, уже усохли. Ну, вот такая вот была история. Это были очень маленькие кейки. И вот такая вот орхидеечка на данном этапе. Мне она очень нравится. Наконец-то я хочу дождаться ее цветения. И сегодня я хочу затронуть именно не столько посадку, хотя я ее тоже покажу и расскажу, во что сажаю, не столько уход. И, в принципе, под дендробиумом теплого содержания никаких нюансов абсолютно нет. Я их не выношу на улицу в летний период. Я им не создаю перепадов дневных, ночных. Каких-то супер холодных содержаний тоже им не организовываю. Они растут, как обычные фаленопсисы, в принципе. Но есть, конечно, незначительные перепады температур летом, потому что они стоят у открытого окна. И это обусловлено естественными такими процессами. Что касательно перепадов сезонных, то по наступлению осени понятно, что температуры немножечко начинают постепенно падать. И эти орхидеи не имеют никаких особых привилегий. Что не скажешь про дендробиумы холодного содержания. То с этими никаких танцев с бубнами абсолютно нет. Поливаем. Они растут в активной фазе роста. И после того, когда формируется взрослый тубер, у него сразу же на вершине никаких стоп-листов, ничего такого нет. Здесь сразу формируются. Вот такой вот цветоносик начинает развиваться практически сразу после того, как тубер сформировался. Я сейчас вношу им калийно-фосфорные удобрения. Ну и, в общем-то, раскроется первый цветочек. Обязательно вам покажу сама. С нетерпением жду цветения. Лично я не видела, как цветет эта орхидеичка. У меня вот два года назад, полтора года назад, цвела одна девочка, один тубер. И я не видела цветения. Как раз в этот период меня дома не было. Несколько месяцев. Поэтому не смогла оценить ни запаха, ни цвета, ни вкуса, что называется. Поэтому очень жду и обязательно поделюсь с вами этой красотой. Так, что хотела, наверное, я их буду потихонечку убирать, потому что их много и мне каждую хочется показать вам поближе. Я уже показывала в кадре вот этот вот экземплярчик. Это белый сюрприз. Очень крупный дендробиум, который у меня появился, скажем так, вследствие пересорта. Вот я пока вам говорила. Я вижу, что у нее вот там почка, которая сформировалась. Не знаю, как сфокусировать. Там уже начинает пробиваться маленький цветоносик. Я не знаю, почему. Может быть, такие у меня условия какие-то отличные. Хотя я сомневаюсь, что они отличные у других владельцев орхидеи. Но у меня на самом деле дендробиумы теплого содержания, взрослые растения, вообще не проблемно цветут. То есть они цветут регулярно, некоторые раз в год, некоторые два раза в год. Все будет зависеть от того, как сформировался тубер. Если он созрел, идет из точки роста цветонос. Если он еще созревает, значит еще растут листики из точки роста. Но вот когда буквально последний листочек и вот такая вот почка у меня, может быть, в течение недели, максимум двух, оттуда начинает расти цветонос. Вот у этой тоже так же. Секундочку. Вот. Поэтому никаких больших сложностей с тем, чтобы эти орхидеи цвели, у меня не возникало. Так, покажу еще одну орхидеичку. Это уже купленный был экземплярчик. Специально и действительно процвел по сорту. Не знаю, как поместить в кадр. Молодая зеленочка. Дендрика тоже. И сегодня я вот отрежу ей пару туберов. Они уже засохли. Они изначально были такими маленькими, не до конца сформированными. Вот так вот цветет эта орхидеичка. И в принципе о цветении дентробиума я обязательно тоже вам оставлю ссылочку. Ну а сейчас пока у меня есть возможность и время, я отрежу туберы. Так, вам не видно. Вот так. Режу я их 2 см, чтобы не достигали они уровня коры. Не до самой коры, чтобы не появилось гниение. Чтобы не попало в срез никакая инфекция. И в принципе ничем не обрабатываю. Просто эти срезы просохнут. Покажу вам их поближе. И никакой проблемы со здоровьем у орхидеи не будет. Здесь тоже орхидеичка была мной куплена. Я ее еще не пересаживала. Я вижу в принципе по составу, во что она посажена. И меня такая история вполне устраивает. Пусть растет. Тем более она у меня уже неоднократно свела. Свела по сорту. Так как я ее и покупала в принципе. И хочу показать вам еще один дендрик. Он мне очень дорог. Это тоже орхидея теплого содержания. Это анцелия африкана. Единственная орхидея, которая растет в Африке. У меня она еще не цвела. Но она очень хорошо развивается. Я ее купила с одного тубера. Сейчас покажу, где он. Вот этот тубер. Он уже конечно листья сбросил. Но очень хорошо орхидея развивается. Она у меня уже два года. Как раз вы открываете вместе с вами. Вот у нее тут кое-какие сквознячка. Летом листочки она немножко начала сушить. Сделаем ей такую вот красоту. Падает. Я очень хочу дождаться цветения этой орхидеи. Она очень необычная. Мощное, сильное растение. Не знаю, как вам ее в кадре показать. Вот просто. Вот еще листик такой. Тоже поврежденный. Можно было бы его тоже немножечко подщикать. Вот она красивая, сочная, зеленая. Но вот повторюсь, еще ни разу не цвела. Здесь вот у меня тоже она засушила листочек у самого основания. Но там почки тоже пока нет. Но во всяком случае, может быть, она там и есть, эта почка. Но пока она не просыпается. И сейчас я объясню, почему эта орхидейка не цветет. Она на самом деле, эта орхидея, это большое достаточно растение, которому для того, чтобы зацвести, нужно как минимум три больших тубера. Ну вот один у меня есть сформированный. Здесь есть еще три таких послабее. Но я все-таки надеюсь, что, возможно, из этого тубера, вот из самого большого, у нее цветонос пойдет в рост. Она очень шикарно развивается. Вот можно посмотреть на корневую систему. Там просто весь горшок уже заполнен. Это 12-й горшочек, весь горшок заполнен. Но я ее пока не спешу пересаживать. Уже, наверное, если придется, то в следующем году. Потому что дендробиумы не любят больших просторов. Если это взрослое растение, гарантированно цвести, она будет именно в том объеме, который заняли корни. Вот именно поэтому я не хочу именно сейчас, как бы, накануне цветения, переводить ее на больших горшочек. Хотя бы хочу увидеть его, а потом уже переведу. Поэтому скрестила пальцы и жду, что все-таки именно этой зимой она зацветет. Обязательно вам покажу, если это чудо произойдет. И обязательно вместе с вами потом сделаем пересадку перевалкой. Ну а сейчас, как и обещала, сделаем быстренькую пересадку перевалкой. Я в этом году тоже, по-моему, нескольким, двум, трём, не скажу точно, орхидеям, дендробиумам, но холодного содержания тоже сделала посадку перевалкой. Обязательно вам оставлю ссылки на это видео. Но сейчас сделать это уже поздно. Потому что сейчас они, скорее всего, уже входят в состояние покоя. И пересадка будет им не к месту. Эту девочку я перевалю, потому что ей будет некомфортно в таком маленьком горшочке. А я вот пока её тут крутила, вертела, хочу, не знаю, сфокусируется ли. Вот там у неё просыпается вот эта спящая почка. У неё появляется такой острый наконечник, не знаю, будет вам видно, не будет. Поэтому я надеюсь, что, возможно, даже этот подросточек в этом году и зацветёт, эта деточка. Поэтому для того, чтобы не упустить время, сделаю пересадку и прямо сейчас. И покажу вам, во что, куда и как буду сажать. Берём 12-й горшочек. Ну, наверное, 1 треть точно керамзита можно не жалеть. Вот даже я не знаю, куда её поставить. Она у меня всё время вот опрокидывается. И это тоже одна из причин, почему я её буду пересаживать. Чтобы она хотя бы дожила до весны. Теперь покажу вам, во что буду сажать какая-то будет кора. Это будет смесь коры и ещё всякого-всякого. Вот у меня ещё во время ковида муж купил не очень хорошего качества кору. В принципе, она для таких вот дендробиумов абсолютно подходит. Здесь много кусочков, вот покажу, вот более-менее нормальных размеров. Плюс здесь какие-то слайсики коры. Какая-то здесь ещё кокосовые чипсы попадаются. Уголёк есть. В принципе, для дендробиумов лучше не придумаешь. Но фаленопсиса я бы не советовала сажать. Вот в такой, на мой взгляд, это вот такой мусор от коры. И поэтому я, когда покупаю кору, либо готовлю сама кору, я всегда её перебираю. Крупные красивые кусочки оставляю для фаленопсисов. А вот такую вот мелочёвку, слайсики, какие-то ломаные кусочки, мелкие кусочки. Это всё уходит на дендробиум. Они с удовольствием живут в такой коре. Так как я буду пересаживать сразу в 12-й горшочек. И здесь у меня посадка орхидеи. Изначально была в смесь коры кокосовых чипсов, то в основную посадку я всё-таки буду использовать 95% просто вот такой мелкой коры. Для дендробиумов, у которых тонкие корни слишком увлекаться увлажнением субстрата не стоит. Корни тонкие. Всё это очень быстро перегнивает. Всё это очень быстро. Так у меня, кстати, вот видите, здесь ещё и серамис. Ну, я думаю, что неплохая посадка. Как мы видим, орхидея эту посадку приняла, быстро пошла в рост. И, кстати, что немаловажно, я посадку выполняла только вот этого тубера. Этот тубер уже вырос с лета, налился и, в принципе, возможно, даже и процветёт. Итак, что нужно сделать? У меня здесь даже, по-моему, не дренажного слоя. Так, это временная посадка. Таковой она и планировалась. Всё рассыпалось, но не страшно. Вот так получается по уровню. Дендробиумы не любят глубоких посадок. Основание тубера должно быть сверху. Вот видим, сколько молоденьких крышочков там пробивается. Орхидея вот как раз сейчас хорошо среагирует на эту пересадку перевалкой. Опять же, корни я чистить не буду. Растение молодое. Я просто закладываю это всё в горшок. Засыпаю всю кору, которая у меня рассыпалась. Все корни помещаю в горшочек. Кстати, на листочках это ожог ещё начало лета. Он не опасный для орхидейки. Насколько я понимаю, посадку я провела. Обязательно оставлю ещё держатель, для того, чтобы орхидейка не падала и хорошо зацепилась корнями уже в новой посадке. Вот так это всё выглядит. По стенке горшка, конечно, корней не очень много, потому что это всё только всё свеженькое. Но орхидея очень быстро и, в принципе, дендробиумы, на мой взгляд, очень быстро адаптируются в посадках. Если это сделать вовремя и правильно. Наверное, что-то здесь нужно будет ещё поменять держатель, чтобы орхидеичка не клонилась сильно. Ну, а так, в принципе, что касательно ухода. Да, нужно сказать пару слов, что сегодня я её вряд ли буду поливать, потому что тот ком коры, в котором росла изначальная орхидея, он достаточно влажный. Эта кора суховата. Нужно 2-3 дня для того, чтобы влажность в горшке забалансировалась. И после этого я сделаю несколько поливов проливом в новой посадке, для того, чтобы орхидеи не нагружать большим количеством воды. И по поводу удобрения здесь нужно посмотреть. Если таки с этой почки пойдёт расти цветонос, то тогда, конечно же, калийно-фосфорные удобрения ей как раз подойдут. Если же из этой почки, как бы мне не хотелось, не пойдёт в рост цветонос, то значит я эту орхидейку перевожу на период покоя и удобрять я её не буду, а поливать буду только проливом. Когда у неё появится молодой побег, молодой тубер, вот тогда уже я буду вносить ей снова удобрение, но это уже будет состав, в котором будет преобладать азот. Либо же комплексные, в которых все компоненты будут в равных долях. Вот, в общем-то, и всё, что хотела вам рассказать и показать, и сделать для себя по этой теме. А в следующем видео хочу вам показать вот эту вот орхидеечку. Это будет такое видео, которое я снимала отрывисто несколько раз. Так, покажу её вам в кадре. Вот, это орхидейка Yellow Chocolate, пилорик. Вот, это реанимаха, которую я купила около месяца назад, как раз для того, чтобы показать вам наглядно, как помогает в реанимации открытая система. Я вам показываю сейчас эту орхидеечку на сегодняшний день. А какая она была месяца назад, какая она ко мне приехала, что с ней было, я обязательно вам покажу в следующем видео, сделаю нарезку из вот таких вот отдельных кадров. Более того, она у меня за эти 3-4 недели, смотрите, она мне выпустила два цветоносика. Очень надеюсь, что это всё-таки будет орхидеечка по сорту. То, что это желтый шоколад, я вижу по листве, но будет ли это пилорик, вот в принципе, в чём интрига. Вот, ну а сама орхидеечка хорошо себя чувствует. Смотрите, какие у неё замечательные раскукливаются корешули. Немножечко, да, желтеет этот листочек, но он желтеет, видимо, от того, что орхидейка его хочет отторгнуть. В следующем видео, я думаю, в ближайшее время мы это всё дело будем ещё потихонечку зачищать. Кое-что есть по корням, что зачистить. А листочек этот снимем, ну и в принципе посмотрим, буду ли я эту орхидеечку сажать, либо всё-таки этого подростка оставлю в открытой системе, посмотрим. Так что до встречи в следующем видео. Кому в принципе интересна тема открытой системы, я оставлю в верхнем углу ссылку на плейлист, как орхидеечки развиваются и как в принципе себя чувствуют. Ну и есть у меня ещё много других подростков, которых хочу вам показать в ближайшее время. Котлейка, которая у меня всё-таки зацвела, тоже обязательно хочу показать. И есть у меня ещё два подростка, которые тоже я купила по оценке, у которых тоже проблемы. У каждого своя и это тоже очень важно, мне кажется, разобрать. И по возможности поделиться своим опытом, что и как делать в первую очередь для таких орхидей. Поэтому дальше будет много интересного. Свет пока у нас и тепло есть, это радует. Поэтому до встречи в следующих видео. Берегите себя. Всего вам доброго и до свидания.